Я собираюсь связать свою дальнейшую жизнь с службой в органах внутренних дел. И военно-патриотический клуб для меня как место, где я научусь, я пойму, что это такое. И придя сюда, я поняла, что на самом деле я хочу связать свою жизнь с военным делом. В нашем мире почему-то считается, что девочка не может служить в органах внутренних дел и тому подобного. Однако я считаю, что девочка вполне может и почему нет, если это сердце подсказывает, что надо туда, почему нет. Я задумывался о таком-то, что поступить в какие-то учреждения высшего образования по типу факультета или академии. Возможно, как-нибудь свяжу, как-то задумывался об этом. Одним из планов у меня поступить в Академию МВД и связать свою жизнь с милицией. Я считаю это очень ответственно и мне это очень нравится. Это как один из планов, куда я могу поступить. Может, я пойду на какую-нибудь другую профессию, я еще точно не уверен. Тогда вы по адресу, заявляют брестские правоохранители. Именно здесь, в УВД, на дне открытых дверей можно и нужно задавать интересующие вопросы, чтобы не только еще больше убедиться, что милиция – это именно то, с чем хотелось бы связать свою жизнь в дальнейшем, но и определиться с будущим профилем служебной деятельности. Уголовный розыск, следствие, криминалистика и так далее. А потому представители правоохранительных органов и учреждений образования МВД Республики Беларусь уделяли внимание всем направлениям. Теперь у нас четыре факультета, на которые считается платок специалистов в дневной форме получения образования. А именно, первый факультет – факультет милиции общественной безопасности. Значит, выпускники, которые проводят обучение на данном факультете, по окончании обучения пойдут служить в подразделении милиции общественной безопасности. Будут назначены на должности участковых инфекторов милиции, сотрудников ГАИ, сотрудников уголовно-исполагательной инспекции. Второй факультет – это факультет криминальной милиции. Значит, выпускники проходят обучение по специальности правоведения и специальности экономического права. Те, кто проводят обучение по специальности правоведения специализации академии в основной деятельности, по окончании академии будут назначены в подразделение уголовного розыска, в подразделение по наркоконтролю и по территории торговли людьми. Получить информацию будущие абитуриенты могли из первых уст. Среди спикеров были и действующие сотрудники управления, а также представители Минского и Могилевского высших учебных заведений, которые со знанием дела рассказывали об особенностях поступления. Предполагается, что в следующем учебном году конкуренция на право носить форму курсанта будет довольно большой. День открытых дверей – это уникальная возможность познакомить учащихся в учреждении образования и воспитанников патриотических клубов с деятельностью милиции. Сегодня мы пригласили не только выпускников выпускных классов, но и учащихся 9-10 классов для того, чтобы познакомить с будущей профессией, кому этот выбор будет интересен. Не только рассказать будущим следователям, криминалистам, оперуполномоченным о сложности и привлекательности службы правоохранителя, но также показать и познакомить с тем или иным направлением, дать поддержать в руках оружие и по возможности посидеть за рулем служебной машины. Такое мероприятие дает возможность ученикам профильных классов и военно-патриотических клубов познакомиться ближе с той самой деятельностью, которая в будущем перерастет в их профессию. Спасибо. Спасибо.